Дух единства, патриотизма и атмосфера праздника царили на площади Куйбышева в эти выходные. Галоконцертом завершился фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю». На сцене не только российские исполнители, но и артисты из Франции, Великобритании, Испании, Никарагуа, Словении. Я здесь в рамках фестиваля антифашистского, и это тоже моя жизненная позиция, поскольку однозначно считаю, что неправильно считать кому-то себя выше остальных. У вас просто край чудесный, поэтому и народ чудесный здесь. Я, как человек из Франции, хочу открыть свое сердце людям из Самары. Я хочу, чтобы люди из Никарагуа, из Испании, из Великобритании, из Германии приехали здесь. И они приехали, и они будут просто показать, что мы любим русский народ. Мы любим русских, и мы с нами, мы с вами, мы все вместе за победу. Этот фестиваль разрушил миф об изоляции России, рассказал губернатор Дмитрий Азаров. И участие иностранных гостей тому подтверждение. Сегодня мы вновь противостоим нацистской угрозе. И я уверен, что так же, как когда-то, 80 лет назад, наш народ с нашими союзниками, оттолкнувшись от берегов Волги, очистил мир, Европу от нацизма, так будет и в этот раз. В числе зрителей на площади Куйбышева была и глава Самары Елена Лапушкина. Песни военных лет, современные авторские композиции, протестный рок, народные напевы и танцы. Гитара, волынка, аккордеон и фортепиано. Над самой большой площадью в Европе прозвучало многообразие голосов и мелодий, объединенных единым духом патриотизма и борьбы за антифашистские идеалы. Чувство патриотизма переполняет единство с нашей страной, с нашим народом. Что вот в такой праздничный день, несмотря ни на погоду, мы все здесь собрались. Это замечательный фестиваль. Благодарность огромная, конечно, организаторам. Мы за Родину, мы за Россию, мы за пергады и президенты. Ура! А что такое патриотизм? Это любовь к своей Родине, любовь к своей маме, к своей семье. То есть вообще Родина – это что? Это жена – это Родина, дети – это Родина, дом – это Родина. И это все патриотизм. Почетным гостем фестиваля стал голливудский актер, режиссер, сценарист, мастер боевых искусств и, как оказалось, блюзмен Стивен Сигал. Он проделал путь в 17 часов, чтобы встретиться с самарской публикой. Перед концертом он побеседовал с журналистами о политике, патриотизме и творчестве. Актер рассказал, что по его венам течет и русская кровь, поэтому приезд на Самарскую землю стал для него особенным событием. Мы смогли проехать вдоль Волги. Безусловно, это прекрасная река. Я надеюсь, что еще посмотрю достопримечательности. У вас замечательное место, замечательный губернатор. Надеюсь, что он останется с вами еще долгое время. И я, безусловно, надеюсь вернуться сюда еще не один раз. Сам фестиваль, по мнению Сигала, должен стать ежегодной традицией. Актер рассказал, что приезжал в зону СВО и убедился, что проблема возрождения идеологии превосходства одних над другими действительно существует. Поэтому так важно помнить историю и не допускать дальнейшего распространения фашизма на Земле. В завершение праздника со сцены прозвучали мировые блюзовые хиты в исполнении Стивена Сигала совместно с группой «Ди Блэк». Калина Топилина, Григорий Плешаков, Игорь Казановский. События.